привет друзья в этом выпуске я расскажу что сейчас шью какие планы сейчас я шью себе и дочери костюмы теплые 3 нитка на флисе эти костюмы будут разные очень будет интересно не посмотреть дочка заказала по своему эскизу своим запросам брючки худи не буду говорить какая все покажем такого у меня цвета костюмчик такого лилового не совсем прям такой прям чтобы мой цвет обычное голубое что-то серое себе шью но сколько же можно одно и то же там надо же какой-то разбавлять свой гардероб другими цветами тоже из того что есть что-то у нас есть в наличии я с этого как-то выбираю и какие-то отрезы и себе откладывала какую-то ткань если мне понравится кстати планы на весну на лето я собираюсь себе шить на весну на лето много вещей и буду показывать процесс и готовые очень нужен раскрой людям я так смотрю также буду стараться показывать что смогу ну а свои там эксперименты это мало кто поймет будет ругаться в комментариях конечно что я нестандартно что-то себе там выдумываю но это уже кто-то кто поймет я привыкла всю жизнь так одевалась всю жизнь сама себе шью такой костюмчик домашний да там ну как домашний он у меня домашний но мне надо шить в чем-то и я снимаю из-за того что я снимаю мне встал вопрос мне что-то же надо одевать как-то футболки какой-то домашний сидеть перед аудиторией ну неприятно не во мне нет так что решила себе вот сделать я как его шила и как его придумывала я видео сняла и оно есть на канале заходите на канале смотрите там есть это видео домашний костюмчик я там с какой нибудь однотонной мягкой ткани к себе сшила вот именно прям домашний кстати хочу с плюшевого велюра вот похож на вот этот лист я показываю такой плюшенький велюр мягенький есть мягкий мягкий хочу себе шить домашний костюм но это будет позже. А сейчас я шью костюмы из вот такой трех нитки на флисе. Лиловый цвет мне и дочь выбрала серый цвет с красивым голубым оттенком. Из такого трикотажа костюмы будут очень теплые и удобные. Подробный раскрой я покажу и расскажу в следующих видео, а сейчас смотрим просто процесс и готовое изделие. Сначала я сшиваю швы сиденья, вот брючки буду сначала, с легкого начну. Только вот у меня передняя полочка брюк, я буду делать защиту здесь, стрелочку, стрелочку зашитую впереди. И что я сделаю? Я нарисовала линию посередине, отступила от края от шва сиденья 9 сантиметров и внизу середину, обозначила серединочку и соединила их ровно. То есть ровная полоса получилась, я по ней буду делать защиту. Платье на манекене еще висит прошлое. Кто не висит, видел видео и хочет посмотреть, как шило это платье, то по ссылочке здесь смотрите, есть это видео. Вот такой свитшот себе делаю, оригинальный, необычный. Использую вот такой манжет. Достала со своих запасов. В Еве мы сделали вот такой широкий манжет, как он должен быть. А себе я отрезала, разрезала его пополам и делала себе такой узенький манжетик. Вшивала его в пройму. Вот такая у меня пройма широкая. Вшиваю узенький манжетик сюда в пройму, а потом уже вшиваю рукав, пришиваю. Рукав у меня такой вот прямоугольник. Сужение книзу выкраиваю. Вот просто сузила к низу, но не сильно, чтобы было тут немножко присобрать на манжетик. Узенький манжетик вот такой получился. Стоечка вот такая получилась у меня. Не захотела я горловину круглую обычно вырезать, как обычно, или капюшон. У меня таких хватает. У меня таких много уже есть разных худи. Так что в этот раз я решила сделать стоечку невысокую 2 см. Обтачку выкраиваете тоже такую же самую, как вот по этой выкройке. Вот так выкроила. Копию, да? Обтачку стоечки. И по кругу пристрачиваете, выворачиваете. Отстрачиваете именно по обтачке, чтобы она пошла внутрь, завернулась и не выворачивалась. И там вручную она уже закрепляется, пришивается. Уже все тут уже я окончательно все позашиваю. Такой рукав получился у меня. Сейчас только на сметке. Вот такая пройма. Посмотрим, как оно будет в готовом виде. И еще в следующих видео я покажу, как раскроить худи максимально большого размера. Исходя из ширины трикотажа 1,80 м. Исходя из ширины трикотажа 2,80 м. Исходя из ширины по 5,0 м. Субтитры сделал DimaTorzok